Друзья, всем привет! Скоро наступит сезон шашлыков И лучше, чем соус барбекю для этого блюда, скорее всего не найти Мы покупаем его в магазине А ведь очень просто можно приготовить его и в домашних условиях Сегодня я поделюсь с вами рецептом Лук порезать мелкими кубиками И измельчить чеснок Можно его просто мелко порезать, можно измельчить через пресс Согреть сотейник и отправить сюда оливковое масло Дать ему согреться и выложить лук Потомить его до мягкости Кубики лука стали слегка румяниться И видно, что они такие уже прозрачные и мягкие Добавляем сюда чеснок Убавляем немножечко огонь И томим все вместе еще 2 минуты Все время помешиваем, чтобы лук и чеснок не горели Затем выливаем в сотейник томатный соус Сейчас нам нужно довести соус до кипения И пока он греется, в стакан сыпать сахар и горчицу Добавить 100 мл кипятка И перемешать смесь до растворения Соус закипел Отправляем сюда сахарную смесь вместе с горчицей Перемешиваем и вновь довоем до кипения Томатную пасту перемешать с яблочным уксусом И добавить ее в кипящую смесь Перемешать После того, как смесь закипела снова Добавить сюда соевый соус И бальзамический уксус Я добавляю соевый соус и бальзамический уксус Вместо вустерского соуса Если у вас есть вустерский соус, то можно добавить 1 столовую ложку Добавить сразу же соль по вкусу И перец Убавить огонь и варить при помешивании 10 минут Соус готов, можно попробовать его на вкус Если не хватает соли, можно добавить сахар И я хочу добавить немножко красного перца Чтобы соус был у нас поострее Но это тоже при желании Хотите, можете добавить Нет, достаточно того, который мы уже добавили Сейчас даем соусу возможность полностью остыть Примерно остывать он будет 1 час И затем можно подавать его к столу Вот такой соус у нас получился Его можно подать не только к мясу Я сегодня готовила его к курице и картошке фри Друзья, и вы попробуйте, это очень вкусно Я буду рада, если рецепт вам пригодится Также буду очень рада вашим лайкам, комментариям и подписке А сегодня я с вами прощаюсь, до новых встреч, всем пока!